Ну, в общем, посмотрел я Вчерашний цирк Я не знаю, когда я залью это видео Но Пашинян созвал это самое ОДКБ Вчера Если говорить о сегодняшнем дне Посмотрел я этот цирк Что тут скажешь? Ну, каждый высказался В принципе то, о чем Ранее не высказывался Один говорит О Об Арцахе И при этом Умалчивает О самоизъявлении народов О котором он же Говорит, касаясь Херсонской области Донбасса, Крыма То есть Там должно работать Самоизъявление народов А вот в Арцахе никак Ну что ж, ладно Другой Рыгорыч Из Белоруссии Назвал Алиева Своим человеком Странно получается Этот свой человек Значит Поставляет Оружие Украине Плюс еще Всячески Иными способами Способами Помогает Горючим Например Все это Убивает Российских Военных Это свой человек Это делает Много чего В общем Там было сказанного Но Поэтому Вот в принципе Я и назвал Все это дело Цирком Иначе Никак не назовешь Соответственно Армении Нужно делать Выводы А выводы Из всего этого Это не просто так Посидели И потом Как бы Разбежались Нет Нужно делать Выводы Выводы Очень грамотно Нужно делать Как я понимаю Ну это было И так Без этого всего Понятно Что ОДКБ Это Не военная Организация Это Организация По защите Режимов Не более Поэтому Я думаю Армении Можно там Место Уступить Таким Странам Как Азербайджан Можно Уступить Место Туда Пакистан Пакистан Тоже очень Хорошо Туда Впишется Другие Страны Где есть Свои Режимы И вот Это будет Такая Организация По Защите Режимов Тем более Что Происшедшее В Казахстане Куда Вписалось Кстати Говоря Почему-то И Армения Наверное В знак Солидарности Да Я имею Ввиду Январские События 2022 Года В Казахстане А так В принципе Все Где еще ДКБ Участвовало В каких Войнах Да не в каких Абсолютно То есть Каких-то Коллективных Мероприятий Коллективных Военных Компаний В принципе И нигде И не было Что В принципе И правильно Делать Вывод Пашиня Кстати Говоря Я его вчера Видел Был я На форуме Сегодня Я не пошел Потому что Не захотелось Мне Все это Слушать Я вышел Как раз Таки Когда он Выступал Мне интереснее Там послушать Других Самому Выступить Но к сожалению Выступить Там мне Не дали Потому что Ну не потому что Я плохой Или хороший Нет Дело в том Что там было Уже заранее Распланировано Нужно было Подавать заявки Раньше Из тех Кто собирается Выступать О чем я не знал Ну вот Как-то так Получилось Но зато Много было Достаточно Интересных Людей С кем я С удовольствием Пообщался Поэтому Чего плохого Сказать Не могу Организация Не на высшем Уровне Но уже На более-менее Уровне Был Гаро Пайлан Парламентарий Армянского Происхождения Из Турции С кем я тоже С удовольствием Немного Пообщался Так вот Что Я хотел Бы сказать Вообще Я не Собирался Говорить На этот счет О встрече Этих Глав Стран Которые Входят ОДКБ Я о другом Хотел сказать О Константине Федоровиче Затулине Ни в коем Случа Я бы не хотел Чтобы вы Воспринимали Мои слова Как Его защиту Нет Я этого человека Абсолютно Не знаю Я виделся С ним Несколько раз Даже не Общался У меня есть Его контакты Но я ни разу С ним Не общался То есть Близко Тоже Незнаком Я всегда Относился К этому Человеку С большим Уважением Потому что На протяжении 30 лет Он Достаточно Много Сделал И Для Армянского Народа И Для Армян Ну достаточно Много Чего Сделал Многие Просто Этого Не знают И Поэтому Я С удивлением Узнал Что ему Был запрещен Въезд В Армению Про Маргариту Симоняна И прочих Я даже Молчу Ничего не говори Эти-то особо По-моему Даже Уже И не приезжают Поэтому Про них Я ничего Сказать Не могу Но По Затулину Я очень Удивился И У меня Вот такой Вот Вопрос Который Сам по себе Складывается Зачем Зачем Все это Было Сделано Вы знаете Я вообще Против Всех Этих ЧАЕС Против Всех Этих Списков Неугодных Потому что После Всего Этого Накладывается Апетит И Любой Человек Который Наружу Не понравился Власти Власти Мужем Да Ну Можно Просто Запретить Въезжать В страну Это Как Вообще Ну Как Такое Может Быть Сегодня Затуллин Завтра Кто-то Другой А че Ж вы Не запрещаете Въесть Страну Леониду Калашникову Этому Арминофобу Этому Проазербайджанскому Мудаку Который Очень много Нелицеприятных Вещей Говорит И Не только Против Армянского Народа Но Вообще Против Правительства Армении Че Ж вы Ему То Не запрещаете За полмесяца До Затулина Леонид Калашников Был в Ереване Почему Ему Не запретили Почему Он сюда Въехал Почему Сюда Спокойно Въезжают Всякие Там Разносортные Бос Курты Затулина 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 Ну Видите 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 Он Что То Такое Сказал Нелицеприятное Для Правительства Армении Ему Сразу Запретили Въезд Это Вообще Как Вы Вообще За что Боретесь За демократию В Армении В Армении Или За тирранией Если за тирранией Ну так Оставайтесь Тогда В ДКБ Все Прекрасно Все Хорошо Вы будете Таким же Режимом Не нужно Уповать На Францию На Соединенные Штаты На другие Демократические Какие-то Общества Но Если вы Конечно За весь Этот ЧАЭС И прочее Вы же В Азеров Превращаете То есть Неугодные Сюда Въезжают А вот Люди Которые Действительно Много Чего Сделали И лишь Раз Чего-то Такое Сказали Чего Вам Не понравилось И им Сразу Запрещено Въезжать В Армении Ну Что за чушь Вообще К чему Мы идем И к чему Мы вообще Придем Если мы Будем Идти По этому Пути По Азербайджанскому Пути По Их Технологиям Ну вот Представьте Вы Себя Да Сказали В адрес Байдена Что-то Неугодное И Вам Запретили Въезд В Соединенные Штаты Вы не можете Посетить Своих Родственников И прочих Или Допустим Вы Проживаете Где-нибудь Скажем На территории Соединенных Штатов И вы Что-то Неугодное Сказали О Путине И вы После этого Не можете Въехать На территорию России То есть Вам Визу Не дадут Или На границе Вам Штампики Поставят Вы не сможете Пройти Но Ребята Ну Вы сами Подумайте Вам же Будет Неприятно Наверное Да и Вообще Это Как-то Будет Мерзко И низко Но Вы можете Конечно Сказать А при чем Тут я Я простой Человек А это Все-таки Затулин Госдумовский Официальное Лицо Да нет Он может быть И не официальным Лицом Он может Сказать От себя Кстати говоря Он не в правительстве России Он имеет Право Говорить И делать Какие-то Заявления От себя Лично Еще раз Еще раз Хочу напомнить Я этого человека Не знаю Я близко С ним Не знаком И у меня Нет цели И задачи Его защищать У меня цель И задача Сохранить В Армении Самое святое Чего у нас Есть Чего у нас Сохранилось И надеюсь Сохранится Это свобода Слова Свобода Демократии Вот чего Я защищаю Потому что Если Армения Утратит И это Тоже Ну Можно уже Тогда вешаться Зачем тогда Вообще жить Зачем нужна Тогда Армения Зачем нужен Тогда этот Народ Мы просто Будем Рабами Как многие Народы Нынешние 21 века Они рабы Своих Своих Господ Вон наши соседи О чем только Могут Сказать Да Рыгорыч Тут Зачем-то Приплел Мусульман Причем тут Мусульмане Говорят Этому Путину Так вообще Хуже У него 30 миллионов Мусульман Живет И как он Может там Делать Какие-то Разграничения Против Армян Или Против Азербайджанцев Мусульмане Арабы Укрывали Христиан Армян У себя То есть Мусульмане Здесь ни при чем И какое отношение 30 миллионов Мусульман России Имеет вообще К Азербайджану И тем более Корцаху Да никакого Да и потом Вы-то Братья-христиане Православные Но это вам Как-то Не мешает Вон Сейчас Заниматься Украиной Ну никак же Не мешает Правильно Хотя И те тоже Православные Люди Как и вы Да и вообще Как-то Сомнительно Да Когда За столом Собрались Впрочем-то Атеисты Которые Сейчас На евразийском Пространстве Творят Историю Грубо говоря И вдруг Разговор Завели О мусульманах И христианах Ригорч По-моему Уже все Поехал У него там Какие-то Свои Причинта Так вот Я вот Об этом И хотел Сказать Поэтому Экстренно Включился Ну по Затулину Меня просто Спрашивали Как вы Относитесь К этому Всему Отношусь Плохо Отношусь Плохо Но если Все 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 Вы Считаете Что Такие Черные Списки Нужны То Уверен Номером Один И даже Номером Сто Ну никак Не может Быть Затулин Человек Благодаря Которому Россия Признала Геноцид Армян 90-х Годах Именно Он Работал Над Этим Вопросом Человек Который Занимался Все Эти Годы Вопросами Арцаха Даже Больше Чем Сами Армяне Граждане России Которые Живут В России Будучи Этническими Армянами Типа Той же Маргариты Симонян Кургиняна Шахназаров И прочих Затулин Все Это Дел И честь Ему И хвала За это И я Считаю В отношении Армянского Правительства Если мы будем Каждый Критиковать Правительство И за это Получать В лоб Штамп Не в паспорт А в лоб Из-за чего Не сможем Въехать В Армению Ну Согласитесь Ну Это же Тупость Глупость И это Говорит Только Об импотенции Не только У ДКБ Но об импотенции Сегодняшнего Армянского Правительства Я надеюсь Меня Мои слова Все-таки Правильно Воспримут Еще раз Я Ни в коем случае Не оправдываю Слова Затулина Тем более Я их не слышал Я могу только Догадываться Из разговоров Которые мне говорили Да Я еще послушаю Конечно Но в то же время Затулин Этого Не заслуживает Как не заслуживает Ни один Человек Свободно Мыслящий Заслуживают Если это Кто-то То только По-настоящему Враги Армении А этих Врагов Армении Я уже Вдоволь Назвал Которые Приезжают Сюда А за спинами С нашим Врагом Обнимаются И говорят Против Армении Армянского народа Не весь что Спасибо Спасибо